А перед началом этого ролика хочу напомнить об акции, которая проходит с 5 по 11 августа в группе ArtNora, ссылка на которую есть в описании. По специальному промокоду, который вы сейчас видите на экране, абсолютно любой мой зритель может получить скидку. Все подробности в описании. Всем привет, с вами я Виолетта и в этом видео мы с вами будем раскрашивать 24 часа мои новые неначатые раскраски. Я приготовила для себя 4 стопочки. Первая это раскраски по номерам, я бы хотела задействовать их все, но вот эту раскраску Disney я затрону в последнюю очередь, если останется время. Эту раскраску я безумно хочу начать, также мне бы очень хотелось попробовать спиральку какую-нибудь одну раскрасить. Вот эту иллюстрацию, ну, иллюстрацию в этой раскраске я, наверное, сделаю первой, потому что я больше всего хочу ее раскрасить. И единорожки, ну, просто хотелось бы сделать одну работочку здесь. Очень красиво, потому что здесь картинки. Далее идут раскраски, которые я наиболее вероятно задействую в этом челлендже. Это раскраска круг жизни, она уже у меня достаточно давно, и все никак не начато. Я видела, потрясающе раскрашивают все, поэтому тоже уже как бы ручки чешутся, надо бы попробовать. Выбрала себе одну раскраску с мандалами. Мандалы я люблю, и можно будет что-нибудь здесь выбрать. Также не так давно у меня появилась авторская раскраска. Вот здесь, ну, такие есть, не очень сложные работы. Мне кажется, фломастерами вот что-то вот такое можно раскрасить довольно просто. Далее в этой раскрасочке тоже она у меня совсем недавно появилась. Очень много простых иллюстраций, маленьких, которые можно раскрасить довольно быстро. Используя там какие-нибудь гели с блестками, блестящие гелевые ручки, вот все такое. Хочется немножко побаловаться тоже таким. Далее раскраска волшебных садяг. Я тоже уже здесь выбрала картинку. Я ее буду раскрашивать, скорее всего, или в начале челленджа, или там спустя пару работ. Вот эту работу хочу сделать. Да, и дальше идет у нас третья стопочка, которая, как бы, ну, чуть менее вероятна. Это раскраски Линды Тейлор, русалки и Алиса в стране чудес. Далее русалки и мягкие игрушки. Ну, как, игрушки, по-моему, мягкие игрушки. От Ашет. Прекрасные цветы, раскрасочка. Здесь вот эта картинка мне очень нравится, все никак не могу ее раскрасить. Яркие месяцы моей беременности. Здесь можно маркерами, я думаю, что-нибудь выбрать. Ну, может быть, и не маркерами. Вот, и раскраска Пушин Кэт. Здесь очень крупные детали, но здесь есть летние работы. И, ну, попробовала бы, по крайней мере, раскрасить какую-нибудь иллюстрацию. Но здесь они простые, поэтому, я думаю, это вполне реально такое, как бы, задействовать. Так что да. И последняя стопочка, это то, что наименее вероятно, но вдруг будет желание. Значит, загадочная Япония. Вот эта раскраска с картами Таро. Здесь я представляю очень много блесток, а это довольно долго. Вот, ну, вдруг. И, значит, миллион единорогов, миллион русалок. А, нет, миллион единорогов у меня начато. Я вам что-то. У меня миллион русалок, только одна не начата. Забыла показать вам время, но вот сейчас у меня 10 утра. Кстати, сегодня 3 августа, день раскраски. Поэтому всех поздравляю с этим праздником. Вот так у меня сейчас выглядит работа. Я не знаю, мне очень нравится раскрашивать эту картинку. Процесс прям такой приятный. Смотрю подкаст Джарахова сейчас и творю, вытворяю. Вот, прозвечиваю, кстати. Не сильно, но все же. Не знаю, мне кажется, еще часа полтора буду красить эту картинку, потому что она довольно детализированная такая, сложненькая. Если вдруг кто-то не видел, то вот. То есть здесь очень много цветов, поэтому красить это все довольно долго. Ну, как вы можете заметить, я раскрасила, ну, больше половины. Вот, мне очень нравится, как получается. Выглядит прям классно. В то время уже начало 12-го. Не знаю, сколько работ я сегодня успею, потому что я достаточно поздно встала. Ну, для челленджа, конечно, поздно. Вот, но посмотрим. Ладно, может быть. Может быть, как-то разгонюсь ближе к вечеру. Вот, но я не хочу выбирать какие-то очень простые картинки. Я не хочу выбирать только фломастерные работы. Я все-таки хочу, чтобы этот челлендж у меня был в кайф, чтобы работы были интересные. Поэтому буду раскрашивать так, как оно раскрашивается. Итак, время у нас 12.20. Я начала раскраску Волшебный Зодиак, сделала фон акварелью. Немножко тут заехала, ну ладно. Это вот гранулирующая акварель от Ван Гога, она сейчас сохнет. Когда высохнет, уже детальную доработку сделала. Правда, не совсем понимаю, как должны выглядеть вот эти узоры. Чем их вообще здесь можно раскрасить? Как их выделить? Вообще, стоит ли их выделять? Но созвездия, вот у меня есть для них мысль, идея. Все остальное понятия не имею, как будут выглядеть. Вот, и пока акварель сохнет, хочу начать вот здесь картинку. Вот, скорее всего, сделаю как у Еленки 74. Ну, канал так называется, вот, у Лены. Она вот сам контур сделала одного цвета, а где видно кошечек, она сделала другого цвета, чтобы они выделялись. Поэтому я, скорее всего, сделаю, ну вот, плюс-минус как-то тоже так. Ну, не знаю, гелевыми ручками, возможно. Потому что здесь такой контур тонкий, что ничем больше вроде как и не получится. Три часа практически я раскрашиваю Дисней раскраску. Несмотря на то, что я сказала, что ее хочу в конце, но как-то захотелось мне раскрасить именно Дисней раскраску. Вот, это у меня уже по счету четвертая картинка, что, в принципе, очень даже хорошо, потому что три часа дня это, ну, можно сказать, середина, хотя по факту середина, это, конечно, это 12, да, полдень, но я же всю ночь как бы еще планирую сидеть, то как раз сейчас где-то плюс-минус середина дня. И у меня уже три работы готовы, причем не самых таких прям очевидно простых. Вот, ну, сейчас хочу немножко порасскаживать по номерам, потом посмотрю, может быть, продолжу по номерам раскрашивать, может быть, нет. Ну, посмотрим. Итак, сейчас 6 часов, я раскрашиваю, ну, буду раскрашивать шестую картинку. Это раскраска пейзажа. Из-за того, что она огромная, и она практически не влезает за мой стол, мне неудобно ее раскрашивать, я решила лечь на пол. Вот. Упустила себе плед грязный. Все равно скоро стирать. Смотрю один из своих любимых фильмов. Это всех парней, которых я любила раньше, всем парням, которых я любила раньше. Вот сейчас смотрю третью часть. Мне очень нравится, обожаю эту серию. Вот здесь у меня маркеры лежат, здесь у меня маркеры лежат, здесь у меня маркеры лежат. Выкраска вот у меня здесь. Я так вот прислоняю, выбираю оттенки. Вот. Недавно, кстати, делала в хобби-влоге вам. Я не помню, даже показывала, не показывала. В общем, вот так вот. Сейчас уже почти восемь. Я все воюю с этой иллюстрацией. Вот. У меня просто были какие-то проблемы с просмотром фильма. Он постоянно вылетал с сайта. Из-за этого я очень много отвлекалась. Вот. Что, конечно, мешало раскрашивать. Я не знаю. Мне так нравится раскрашивать вот эту серию раскрасок маркерами. Я прям обожаю. Вот. Серьезно. Это просто потрясающе. Он так все просвечивает. Вот. Причем здесь я раскрашиваю старыми и новыми маркерами. Но больше стараюсь старыми, чтобы их поскорее закончить. Чтобы они не засохли потом. Вот. И это, конечно, полный восторг. И так мы, можно сказать, уже встречаем новый день. Я раскрашиваю уже огромное количество времени вот эту раскраску. Ну, здесь первая картинка довольно-таки сложная детализированная. Здесь очень много таких вот этих вот обводок надо было делать. И, как вы видите, я еще не закончила вообще-то змея. Ну, в конце я вам покажу потом. Не знаю, сколько еще работ я сегодня успею сделать. Учитывая, что у меня нет времени уже делать какие-то сложные работы, карандашные. В лучшем случае я, может быть, успею сделать какую-нибудь акварельную работу, и то вряд ли. Поэтому, не знаю, сейчас подумаю, что я буду делать после этой раскраски. В целом мне очень нравится сидеть с раскрасками по номерам. Поэтому, возможно, я начну что-нибудь еще по номерам. Благо, таких раскрасок у меня много. Ну, пока вот, пока не знаю. Еще с единорогами я хотела начать, но пока не начала. Итак, время 5 утра. Я сделала несколько прям простых-простых картинок. Ну, в целом этот челлендж был несложным. То есть я планировала не самые простые работы выбирать. Но получилось так, что больше половины у меня это прям что-то очень легкое. Вот, ну, зато большое количество раскрасок задействовало. Тоже, в принципе, неплохо. Утром, ну, скорее уже днем покажу вам все раскрашенные работы. Могу сказать, что я очень довольна челленджем. Мне он прям понравился. И работы получились довольно-таки неплохими. Мой любимый момент любого челленджа – это просмотр раскрашенных работ. Двигаемся мы в хронологическом порядке. И я могу сказать, что я побила свой рекорд. У меня 17 раскрашенных картинок. Вот, ну, вы сейчас видите, что они довольно простые. Но все равно это огромное-огромное количество. С каждым челленджем все больше и больше работ. Итак, значит, первая раскрасочка у нас – это с фразами. Вот, и здесь была довольно простая фраза. Ну, в плане сама фраза. Картинка довольно сложная. Я долго над ней сидела. Очень красиво вот тут все у меня переливается. Не все, а надпись «Мир и любовь». Вот, могу сказать, что мне очень понравился и процесс, и результат. Прямо то, что я ожидала. Фломастеры использовала абсолютно разные, поэтому даже не знаю, что тут вам про них сказать. Потому что это просто были маркеры, ну, фломастеры из разных наборов. Вот, по цветам у меня разложены. Следующая раскрасочка была – это спирали. Спирали, спиральки. Множество образов. Вот, я раскрасила первую картинку с котиками. Не очень аккуратно. У меня, конечно, здесь был довольно часто такой выход за контур, но я старалась. Вот. Я выделила сердечки отдельным цветом. Это гелевая ручка «Краун». Вот. На фоне это «Металлик Краун». И черный – это гелевая ручка «Забыла, как называется фирма». «Моран Дишанс». Вот. Ну, как бы, в целом, довольно интересно было. Допустим, вот эту девушку уже не получится вот таким образом раскрасить. Ее надо будет красить именно, наверное, просто вот спираль. Но это, я могу сказать, довольно сложно. Вот. Поэтому, если вдруг кто-то хочет попробовать, попробуйте. Вот. Но сразу скажу, что, ну, это довольно сложно и долго. И гелевые ручки, они размазываются. Поэтому лучше использовать какой-то толстый фломастер или, может быть, капиллярную ручку. Третья работа, наверное, не знаю, мой фаворит. В раскраске «Волшебный зодиак». Вот такая красота. Это акварель двух цветов от фирмы «Ван Гог». Которая гранулирующая такая. Это как там, сумрачная или сумеречная. Фиолетовый и розовый. По-моему, такие вот. Тянки там. Вот. И гелевые ручки из фикс прайса, а также гелевая ручка краун. Фиолетовый с блестками. Вот. Я не знаю, выглядит очень круто. Прям так мрачно. Но вот именно то, что я хотела. Именно как я хотела. Так все и получилось. Четвертая раскраска. Это у нас «Дисней». Мифические создания. Вот здесь, я так понимаю, дракон в пледе. Вот. Я очень долго не могла понять, что это. Вот по ответу. То есть я как-то посмотрела. И не поняла сначала. Хотя вроде бы понятно. Вот так. Но мне нравится, как получилось. Здесь фломастеры, штедлер и немного краёва. Не знаю. Классная, по-моему, картинка. Я очень люблю «Дисней». Несмотря на то, что у меня очень много их книг. Все равно их расспрашивать очень приятно и интересно. Далее я задействовала раскраску Push'n'Cat. Здесь такая простая-простая иллюстрация. Она летняя. Вот. Но я не могу сказать, что очень классно получилось. Вот пончик накосячил немножечко. Как бы я накосячила с пончиком. Испортила работу слегка. Но в целом нормально. Здесь тоже разные фломастеры. И вот мне, знаете, что не понравилось? Что у меня вот здесь протекло всё. То есть надо будет как-то эту работу исправлять. Что, ну, как бы, ну, очень приятно, соответственно. Следующая картинка – это «Миллион русалок Лу-Лу-Майо». Я здесь делала фломастерами такую небольшую, так скажем, мандалу с русалочками. И потом гель с блёстками на волосы им залила, так скажем, нанесла. Вот. Ну, чтобы они так интересно блестели, как бы. Вот. Я ещё взяла специально малиновые блёстки, чтобы они выделялись на фоне фиолетовых волос. Вот здесь использованы на фломастеры краёлы, также маркеры «Металлик» разных фирм. И, ну, вот, гель с блёстками. Где я наносила гель, немножечко просочилась из-за того, что фломастер намок. И, соответственно, как бы протёк, пока он был мокрым. Но в целом это не столь критично. Следующая раскраска – это «Пейзажи». Я с ней сидела очень-очень долго. Зато посмотрела фильм, который мне очень понравился. Маркеры разных фирм. То есть у меня есть «Мазари», есть «Тач Нью», есть «Тач Кул» новые, которые я вам не так давно показывала. Вот здесь все эти три фирмы использованы. Немножечко в некоторых местах полосит, но всё равно. Мне очень нравится раскрашивать эту раскраску. Я забыла достать эту картоночку. Кстати, очень хорошо, что я её нашла, потому что для маркеров она идеальна. Вот. Ну, здесь он просвечивает. Далее. Ещё одна раскраска по номерам. Вот с ней я сидела уже довольно поздно вечером. Ну, как бы часов девять где-то. Именно если вечер, то поздно. И я очень долго раскрашивала вот эту змею. Она получилась безумно классная. Но это было очень долго. Здесь в основном Штедлер и Крайола. Также было несколько других ломастеров. Вот. Но, не знаю, я чуть с ума не сошла, пока я её красила. Потому что действительно здесь прям столько мелких деталей. Вот этих вот всех. Это заняло огромное количество времени. И потом я решила просто пару часиков пораскрашивать какие-нибудь простые иллюстрации. Вот здесь у меня получилось чуть ли не половина работ. Вот на очень много картинок. Сейчас я вам покажу. Вы увидите, что они все очень простые. Прям до безумия. Вот. Но зато их много. И зато я задействовала много раскрасок. И всё это я раскрасила довольно быстро. Вот. Значит. Первая раскраска это авторская от Bowman Stickers. На Wildberries я покупала. Ну, можете посмотреть в видео про новые раскраски. Также видео про распаковку посылки. Вот. Можно купить. Там все ссылки есть. Значит. Такую картиночку раскрасила фломастеры Крайола. Вот. Ну, такое. Мне нравится. Как бы выглядит прикольно. Вроде бы. Ну, и задействовала раскраску. Значит. Очаровательные корки. Здесь тоже фломастерами Крайола. Вот такие засранцы. Ну, вот. Не знаю. Очень милые. Я все смотрела Доктора Хауса целый вечер. И вот все эти картинки под Доктора Хауса раскрашены. Ну, фон здесь, конечно, не очень хорошо вот так вот получился. Но лучше бы я не сделала, к сожалению. Вот. Ну, в целом, я не разочарована. Также раскрасочка вот эта омалеванка. Может быть, неправильно назвала. Вот здесь я двумя другими цветами акварели вот этой перламутровой раскрасила такую фигнюшку. Там сумеречно желтый и зеленый, по-моему, так. И сверху ввела гелевая ручка из фикс прайса. И здесь вот немножко накосячила. Взяла случайно другую ручку, а она никак не стирается. Вот. Но как-то так. Я не знаю. Получилось очень мрачно-темно. Но как бы ладно. Как есть, так и есть. Ничего страшного. Тут картинок очень много. Уверена, что будут очень классные какие-нибудь работы. Далее медитативные мандалы. Я очень хотела раскрасить хотя бы одну мандалу в этом челлендже. Вот. И здесь фо-мастер Микрайола. Такие у меня интересные цвета подобраны. Вот. Ну, такая она тоже мрачноватая. Но мне нравится сочетание. Вот. Такая мандала просто. Хотелось бы, кстати, почаще эту раскраску задействовать. Мне она очень понравилась. Значит, самая милая раскраска. Здесь у меня очень простая работа фломастерами Крайола. Но она супер классная. Такая кавайная. Это суши, собственно. Не знаю. По-моему, прям очень классно. И несмотря на то, что здесь тонкая бумага, фломастеры Крайола, ну, как бы немножко проступили. Но без камеры вообще практически не видно. На камеру немножко все-таки заметно. Вот. Раскраска прикольная. Я почему-то боялась все ее начинать. Не знаю из-за чего. Думала, что как-то мне не зайдет. Но вот одну картинку раскрасила. Могу сказать, что очень мне понравился и процесс, и результат. И далее у нас идут три раскрасочки от АСТ. Вот такая маленькая серия. Вот эти все три картинки я сделала буквально, наверное, за полчаса от силы. Беспредельный экстрим фломастера Крайола. Здесь такой водолаз. Вот. Ну, вы видите, картинка очень простая. То есть, как бы здесь раскрашивать-то нечего. Далее пушистые котики и другие питомцы. Здесь вообще попугай фломастера Крайола. Полосит вот здесь. Но это потому, что фломастер уже засыхал. И из-за этого так не очень получилось. Ну, я специально брала прям самые простые картинки. Просто, чтобы что-нибудь раскрасить. И ты мой краш. Здесь такая картиночка. Тоже Крайола. Ну, довольно мило. Вот. И последняя иллюстрация. Кстати говоря, мне она очень даже понравилась. В раскраске прекрасные цветы я довольно-таки давно хотела уже ее, именно эту картинку, раскрасить. Здесь использовала карандаши из Фикс Прайса. Вот эти Мэджики. А-ля Мэджики. И использовала пастельные карандаши от фирмы Коррес и Берлинка. Вот. А, еще на фоне там у меня сухая пастель. Вот. И еще есть карандаш Металлик из Фикс Прайса. Такой вот букетик в зонтике у меня получился. Зонтик у меня пастельными цветами. А сами цветы и листья у меня раскрашены мэджиками. Я могу сказать, что вот эти вот маленькие листочки, они смешаны из розово-голубого карандаша. То есть это розово-голубой карандаш. Получился такой, как фиолетовый оттенок. Ну, с такими, с переливами. Очень классные. Я прям мэджики, на самом деле, полюбила, можно сказать. Они, конечно, не очень яркие, но ничего страшного. Вот. И для тюльпанов идеально подошел, как мне кажется, вот этот карандаш желто-розовый. То есть как раз они получаются такие, как бы и не красные, и не розовые, и не желтые. С небольшим переливом. И, в принципе, если бы умный человек раскрашивал, то, наверное, можно было бы прям сделать, как, ну, желтое-то, где света больше падает, там более какой-то розовый, там, где света меньше падает. Ну, я просто, вот как у меня карандаш был наточен, я так и раскрасила, и мне понравилось. Вот пастели, кстати, здесь много цветов использовано. Цвета 4, наверное. Не знаю, я ее закрепляла вообще, может, она, как бы, там, с этой стороны тоже закрепилась. Вот, могу сказать, что мне очень понравилось. Я теперь буду, наверное, чаще раскрашивать какие-то такие простые цветы мэджиками. Вот, например, вот эта лейка мне тоже очень нравится. Здесь еще и такие же цветы, такие же листочки. Лейку тоже можно раскрасить металликломастером. Ой, карандашами у меня их много. Вот поэтому будет здорово, наверное. Вот, такой у меня продуктивный был челлендж. Получается, раскрашивала я с 10 утра до 5 утра. Соответственно, 19 часов. Это даже меньше, чем в прошлый раз на 2 часа. Но вот на одну работу легче, ну, больше. Из-за того, что сами картинки, они легче. Вот, ну, сложных картинок, как вы могли заметить, у меня получилось совсем немного. Таких, как бы, требующих много времени. Я, наверное, потому что с раскрасками по номерам намучилась. Я посидела с ними довольно долго. И вот с этой раскраской тоже. Из-за этого мне не очень хотелось раскрашивать что-то прям супер такое масштабное. Ну, в принципе, нормально. Пишите, какая работа вам понравилась больше всего. Я уже сказала, что мои фавориты это вот работа в прекрасных цветах. А также волшебный зодиак. Вот, ну и по номерам мне очень понравилась. И змея, и дисней. Вот, ну, ну и вот эта тоже первая картинка, тоже мне очень понравилась. Вот, ну, все-таки два фаворита это волшебный зодиак и прекрасные цветы. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была я, Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok